Новости спорта продолжают программу. Накануне состоялось главное событие года для приверженцев здорового образа жизни – городской конкурс «Спортивная элита-2018». Церемония награждения прошла в ДК 30 лет победы. Лучшие спортсмены, тренеры, судьи награды нашли своих победителей в 14 номинациях. Также впервые на сцене вручили золотые значки ГТО. В числе их обладателей и мой коллега Андрей Симоненко. Ему слово. Для того, чтобы город знал своих героев, как говорится, в лицо, и организована церемония «Спортивная элита». Также важный фактор популяризации физической культуры и спорта среди населения. Из пропаганды здорового образа жизни и начинаются медали рекорды. Открыл церемонию заслуженный работник физической культуры и спорта «Ямала» депутат городской думы Николай Горбунов. Начали с номинации «Лучший спортсмен спорта высших достижений». Это люди, защищающие честь города, округа и страны. Гиреевик Антона Насенко, биатлонистки Лариса Куклина и Кристина Ильченко, лучники Виктория Бальжанова и Виктор Калашников. Затем перешли к олимпийским надеждам, молодым спортсменам, членам сборных команд округа, нашим лыжникам, футболистам, боксерам, дзюдоистам, борцам, шахматистам. Лучшей детской командой по игровым видам спорта стали хоккеисты. Конечно же, нельзя было не отметить тренеров. Лучшими стали Андрей Жилин – гиревой спорт, Андрей Строганов – шахматы, Николай Дагбаев – стрельба из лука. К поздравлениям присоединились и творческие коллективы. «Если вы в своей квартире лягте на пол, 3-4, выполняйте правильное движение. Срочь прияние извне, прибегайте к крови вне, вздох глубокий до изнеможения». А еще были названы лучшие спортсмены массовых видов, спортсмены с ограниченными возможностями здоровья, судьи, преподаватели школьного и дошкольного физ. воспитания, организаторы-общественники, спортивный корреспондент и спонсор, ветеран спортивного движения. Дорогие друзья, уважаемые коллеги, сподвижники, сподвижники, именно это слово хочется употребить, потому что в зале находятся не только спортсмены, тренеры, но и те, кто помогают двигать физкультуру, спорт вперед, к новым вершинам для исполнения новых задач, достижения новых целей. Заслуженные награды были вручены победителям «Спартакиад». Среди дошкольников первым стал сад «Катюша». У школьников первое место в 32-й раз заняла третья школа. У женщин победила команда «Ямал». Среди мужских лучшими стали сотрудники 5-го отряда противопожарной службы. Всего в выполнении нормативов комплекса ГТО в течение 2018 года приняли участие 626 человек. Золотые значки вручали обладателям в этот день. Церемония «Спортивная элита» стала настоящим праздником спортивного движения города Лабытнанги. И впереди у него большое будущее. Андрей Симоненко, программа «Время местное».